Если ты хочешь узнавать о выходе нового видео, нажми на колокольчик. Привет-привет, с вами я, Eskrabber. Сегодня у нас обзор телефона от легендарнейшей фирмы. Да, это легендарная фирма под названием Xiaomi. Так, как это будет по-китайски? Так вот. Xiaomi. Телефон под названием Xiaomi Redmi 4A. Сегодня будет на него обзор. Что же он может, сегодня как раз таки с вами узнаем. В конце мы поговорим с вами о том, можно ли сравнить компанию Xiaomi с компанией Apple. Может ли Xiaomi быть на уровне Apple. А сейчас переходим к обзору этого телефона. В линейке Xiaomi Redmi 4A является бюджетным телефоном. И многие считают его убийцей всех бюджетников. Итак, погнали. Вот такая вот у нас коробочка. 4A здесь надпись, никаких изображений. Чего? Здесь какие-то китайские цифры и рублисы. Пришла еще у нас, получается, пришли вот такие наушнички от Xiaomi. Оригинал. Очень классно. Слушайте, я, честно говоря, даже забуду, что их заказывал, но я там нажал одну кнопочку, и они пришли махом просто. Вот так вот они упакованы. По Сьюзе послушаю, как они. И потом, конечно же, вам обязательно расскажу. В Xiaomi если что-то делают, то они делают себе что-то классное и круто. Так, вот здесь бумажки в этой коробочке и еще. Ну, это разные переходнички, если у вас уши больше-меньше. Вот, вот сам. Как бы аппарат нас интересует, соответственно, давайте посмотрим. Вот, я уже, конечно же, его немножко потестил, посмотрел, как вот он работает. Давайте мы включим. Отлично. Что у нас здесь в коробке? И тоже бумажки. Здесь они прислали еще стекло. Ну, классно, что, молодцы. Я, кстати, написал, положите какой-то подарочек. Вот они, наверное, и положили. Здесь у нас такая зарядка Xiaomi. Вот, на 1 А получается. Да, вот на 1 А. И к ней прилагалось вот такой переходничок, чтобы не мучились, да, устройство. Здесь тоже все по стандарту. Ну, вот нравится, вот как они сделали именно дизайн. Да, вот классно, как-то круто сделали, все-таки молодцы. Само вот, сам пластик, все вот это обрамление, все очень такое мягенькое, классное. Ну, и здесь еще скрепочка. Кстати, да, она очень понадобится сейчас скрепочка. Ну, и в принципе, все. Ну, и так, первое впечатление, что мы можем сказать о Xiaomi. Xiaomi Redmi 4A вообще очень классно лежит в руке. Просто вот идеально лежит в руке. Никак-то не хочет не упасть, ничего. Просто, вы знаете, как шулеры с картами крутят. Вот так же его можно крутить. Очень классно, очень удобно лежит в руке. Это вот 100%. Чем я впечатлен? Абсолютно полностью впечатлен, наверное. Это моя именно сборка. Сборка самого телефона. На самом деле, все собрано очень круто. Здесь нету ни алюминия, вообще ничего нету. Он полностью пластиковый. Вот, но этот пластик не люфтит, не скрипит вообще нигде, ничего. Вот он просто сложен. Абсолютно все линии, все подгонки, вот стекло здесь. Все-все-все сделано абсолютно идеально. Лоточек, смотрите, все. Xiaomi, конечно, порадовали. Вот именно качество сборки. Вот реально, вот как iPhone держишь в руке. Все, просто все собрано. Все очень четко, чистенько. Классно, но вот нет у нас здесь загиба. Здесь у нас лоток под сим-карты и под microSD. Сейчас я вам покажу, я уже... Одна у нас microSIM, вот. И сюда можно поставить microSD. Вот, соответственно, такая комбинация стоит. Если вы хотите две симки, то вот у вас будет одна microSIM. И сюда еще вставляется nanoSIM. Тоже здесь все показано, как это устанавливается. Ну, вот я пока выбрал такую комбинацию, пускай. Дисплей у нас здесь с HD-разрешением от IPS. Хорошая яркость, такая приятная все. И, в принципе, в целом, вот сама поверхность, сама очень хорошо скользит рука. Помимо 3G, здесь у нас 4G, LTE, соответственно, Wi-Fi, Bluetooth и все, как обычно, присутствует. Так, забыл по дизайну, да, немножко показать вам, рассказать. Вот, с этой стороны, я вам показал, уже есть лоток. С этой стороны у нас громкость, плюс включение-выключение. И они немножко так вот утоплены. То есть, они не торчат, знаете, как вот, просто, я не знаю, как что. Совсем немного выходит из самого телефона. Классно на них нажимать, очень удобно. И здесь у нас получается мини-джек, инфракрасный порт. Вот, снизу у нас микро-USB и микрофончик. С обратной стороны, вот у нас здоровенная вот эта колоночка, да, классную надпись сделали. Вот эта колоночка. И вот, посмотрел, зачем нужна вот эта пупырка, да, вот эта пупырочка. Она нужна для того, чтобы, если вы телефон вложите, то все равно хоть какой-то звук оставался. То есть, она камера, значит, у нас передняя на 13 мегапикселей. Здесь небольшая вспышечка. И здесь у нас камера на 5 мегапикселей. На всю яркость выставлен уже дисплейчик наш, монитор. Вот таким вот образом смотрится. Вот, что здесь у нас идет. По операционной системе у нас здесь идет Android 6.0.1. И версия у нас получается MIUI 8.2 должна стоять. Здесь написано 8.0. 2 гига оперативки у нас с вами. Тройной памяти у нас 16 гигов. Процессор здесь установлен от Qualcomm. Процессор Snapdragon 425. И, конечно, это не самый мощный процессор. Но, поверьте, для этой машинки этого хватит. И есть еще одно преимущество, о котором я попозже немножко расскажу. Процессор 4-х ядерный, 1.4 ГГц. Видюха здесь, значит, у нас Adreno 308. Видюха, конечно, старая. И так вот прям, ну, Игорь, конечно, потянет. Но на минимальных настройках, может быть, на средненьких, потянет. Но мы сейчас тоже игрушечки с вами проверим, как они работают. Фронталочка у нас на 5 мегапикселей. Вот, в принципе, неплохо снимает, нормально. То есть, можно с ней как-то жить. Даже можно немножко делать себе селфи. Вот, ну, идеальный вариант, конечно, это Skype, Viber и так далее. Ох ты, чир-чирик произошел. С 13-мегапиксельная у нас камера. Обратите внимание, здесь есть режим HDR. HDR-режим. Он должен, получается, делать несколько фотографий, потом их соединять. И, как правило, эта фотография должна быть четкой вообще везде. Вы везде. Что отметим, что цветокоррекция абсолютно разная. HDR. Вообще другой абсолютно цвет. Ну, детализация неплохая. На 13 мегапикселей хватает. Снимает, кстати, видео можно делать в Full HD-качестве. Вот. Это тоже, кстати, очень классно. Вот, ребята, знаете, что я сделал? Я послушал звук. А вот, нашел наконец-то все. Вот она, гарнитура. И смотрите, в чем здесь прикол. То есть мы берем, подсоединяем вот эти наушнички наши. И смотрите, мы видим активацию, улучшение звука Nii. И мы выбираем именно наши вот наушнички. Вот они уже выбраны. Вот именно эти. Классная фишка, кстати, у Xiaomi. То есть тут вообще подборка вся. Вот. Но если честно, то я вот реально включил музыку. И я не могу вам передать вот это через эти наушники. То есть как это все вообще работает. Но я вам скажу, что звук просто вообще классный. Я вообще в шоке от Xiaomi. Какой они сделали сюда звук. Если вы хотите просто себе купить mp3 проигрыватель. И ходить с ним. То вот, пожалуйста, покупайте. Звук просто-просто суперский. Все форматы, соответственно, конечно, поддерживаются. И звук отличнейший. Кстати, давайте OTG поддержка есть. И классно все. Вот сейчас мы включим какой-нибудь music. Вот. Делал пока что я на всю громкость. Летсплейщики погнали. Посмотрим. Ну, очень простецкая игрушечка. Все очень просто. Вот. Но вот проверяем видеокарту. Как она тянет или не тянет. Ой-ой-ой. Суть игры такая, что нужно проезжать мимо всех и не врезаться. Вот оно. Вот так вот на холеночке. Йоу-йоу-йоу. Здесь что присутствуют тормоза. Отлично. По Miami Beach в общем катим. Так. Что-то у нас здесь топорит за какой-то. Так. Давайте, парни, разошлись. Ах ты что. Что это такое? Реклама. Да чтоб тебя. Итак. Солнечная Майами. Погнали. Так. Встаем на дыбычки. Развороты, повороты не работают. Вот это скоростюха. Друзья, вы видите, что в принципе тоже все катится. Конечно, эта игрушечка очень простая, но можно, можно, можно играть. А сейчас у нас скрайп характеристики. Все ссылочки на этот телефон находятся в описании. Крант с LCD матрицей и HD разрешением. Поддержка 3G и LTE. Операционная система Android 6.01. Оболочка MIUI 8.2. 2 гигабайта операционной памяти и 16 гигабайт встроенный. Процессор от Snapdragon 425 с частотой 1,4 ГГц. Видео от Adreno 360. Камера 13,5 Мп соответственно от OnVision. Батарея на 3120 мА. Звук очень качественный. Порадовала поддержка OTG. В тестере Antutu телефон набрал 36000 бенчмарк. Цена 6300 рублей или 109 долларов. Если вы заказываете наушники, то цена будет 6900 рублей или 119 долларов. Что хотелось бы сказать еще об этом телефоне. Производители от Xiaomi постарались и они соединили процессор Snapdragon 425. Не такой мощный, но он был соединен по сути с батарейкой на 3120 мА. Которая почти что на 1000 мА меньше, чем у старших братьев телефонов от компании Xiaomi. Так вот, этот процессор на самом деле не такой прожорливый. И этой батареи для этого процессора хватает достаточно надолго. Я вам уже говорил, что я 2 дня пользуюсь и он просто-напросто не садится. То есть, вообще это супер классно. Какую же оценку мы поставим этому телефону? По 10-балльной шкале. 8,5. И телефон заслуживает на самом деле этого. Можно ли сравнить компанию Xiaomi с компанией Apple? Знаете, если говорить о качестве сборки этого телефона, то, конечно, да. Он сложен просто идеально. Как будто, знаете, как монолит, как будто вылили из какого-то пуска металла или же пластика. Что касается звука, на самом деле здесь крутейший звук. Просто обалденный. Если вы еще купите оригинальные Xiaomi наушники, соедините и поставите на специальные настройки на этот телефон, то просто будет у вас шикарнейший звук. По этим двум параметрам я скажу, что Xiaomi может быть на уровне Apple. Да, ну и по сути это такой, знаете, китайский iPhone. Это iPhone с функцией Android, если хотите. Наверное, все по этому телефону. Если ты тоже любишь лопать вот эти пупырки, ставь лайк. А если ты еще не подписался на мой канал, то пора сделать это уже сейчас. С вами был я, Эф Крабер. Увидимся!